Жизнь Ветра глоток Ветра глоток Ветра глоток Пошел Ага Не помешал? Чего? А у вас зарядку не делают что ли? Нет, делают Только по утрам Ну давай похохми, похохми Не успел я по утрам С чем пришел? У Сомова алиби Подтвержденное Не совсем, но звучит убедительно И еще кое-что Сомов случайно подслушал разговор Тельцова и студента Сиротин уговаривал Тельцова, чтобы он рассказал вам что-то Боялся Что вранье рано или поздно всплывет Как объяснить, что они так долго добирались до кинотеатра А когда увидели его Они сразу замолчали Погоди, погоди А правда Да Они же ушли в начале седьмого А об убийстве стало известно Уже после восьми Так, вот что, Зелорыч Приведи ко мне студента И так, чтобы Микола об этом не знал И не видел Есть У нас после зарядки не курят Иди уже Вот сюда пишешь имя Это призвище Патерпилова Вот здесь пишу имя А здесь кличка Фамилия Я как кличка Фамилия А вот там его свечи нет О Показания А Сиротин Иди, тебя командир вызывает Одно дело хочет поручить Да ладно А ты боялся, что справа немая Где побежал? Шо там? Участкового Средневского района Помощи просят там У одной старухи Продовольственные карточки украли Младший оперуполномоченный уголовного розыска Валерий Сиротин по вашему приказанию Явился, товарищ майор Сядь студент по маячу Вот скажи мне Младший оперуполномоченный Валерий Сиротин Почему его со старшим оперуполномоченным Миколой Тельцовым Так поздно сообщили о смерти киномеханика Так мы Пока добрались Решили пешком пройтись Погода такая хорошая была Захотелось пройтись А там всего минут двадцать пешком Угу Так а остальное время что вы делали Убивали механика Да вы что Подумаете что это Мы киномеханика Товарищ майор Это я виноват Это я предложил Миколе Кино посмотреть Значит так Младший оперуполномоченный Сиротин О нашем разговоре Никому ни слова Иначе пойдешь как соучастник Соучастник чего Убийство студент Убийство Миколед ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и где этот фраер? Меня ищите? Да, да, тебя, дядя. Куртку гони! Эту? Держи. Чего ты прицепился ко мне? Иди ты! – Говорят, где твоя сестра? – Как же сестра? У меня нет. Что, вспомнишь или утоплю? Нет у меня никакой сестры. Говорю… Ну что, вспомнил? Здесь она рядом. Вот она, под элопорной пасечкой. Показывай. Схудные у нас харчи. Так откуда им богатыми быть? Ты же меня в ресторан не пускаешь. Сыч, когда мы на юга поедем? На юга? Скоро. Скоро. Сыч, там кто-то идет. Сыч, не стреляй! Это Игнат! Какой Игнат? Белов! А че ты тут забыл, Белов? Ты один? Один! Заходи потихоньку. Заходи. Без глупостей. Ну, здравствуй, Сыч. Здорово. Стой там, на месте. Волына при себе? Откуда? Василиса, иди-ка сюда. Обыщи его. Че ты там максаешь? Обыщи, говорю! Иди сюда. Ну что, успокоился? Да. Береженого Бог бережет, братишка. Ну, здорово. А теперь молись, гад. Подожди, подожди. Я че-то вообще не понимаю. А почему на тебя ограбление поезда повесили? Потому что сначала тебя видели со мной в поезде. Ну? У меня там документы проверили, а на предписании одной печати не оказалось. При переводе в другую часть бардак был. А у ментов разговор короткий. Виноват и все. Слушай, ну я не знал, че так получится. Че? Я же не специально это сделал. Правильно, у меня не было таких мыслей подставить тебя мусорам. Ладно. Ну, а че ты сейчас, ты че, в бегах сейчас? Василис, отдай-ка стакан ему. Ну, а как ты меня нашел? Через братыль. Я твое братыльника придушу. А, неплохо устроился. Водка, баба. Денег, наверное, немерено. Какой хорошо устроился. Ты че? У меня этот поезд боком вышел. Как так? Да вот так вот. Закусился я с паханом, с горелым. Ну, долю-то хоть свою забрал? Нет, не забрал. Вот так вот ни с чем и ушел. Ага. И что собираешься делать? Че собираешься делать? А мне нечего терять. Заберу я все цацки у Горелого. Ну, че, поможешь? Давай. Давай. Там рыжья вот так вот. Нам до конца жизни хватит. Или щас ты мне будешь рассказывать, что у нас дорожки разные? Разными они были, когда я был капитаном советской армии. А сейчас я вор, убийца, в розыске до первого патруля. Так что мы с тобой в одной лодке. Во. Вот это другое дело. А то мне одному несподручно. Горелый цацки в тайнике прячет. А где тут тайник, клоп знает. Клоп постоянно на Катране, а мне туда соваться нельзя. Придумаем, как твоего клопа придавить. Придумаем. Стой! Стой, 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 стой! Мужики! Давай сюда! Арбайт бахт фрай! Опа! А это что за фифочка? Давай, давай, поживее! Игнат! Можно тебя? Извини. Чего это? Пирог видал? Как вы меня нашли? Кто ищет, тот найдет. Я пришла извиниться за вчерашнее. Глупо как-то все получилось. Ладно, забыли. В качестве компенсации вот. Костюм. Он твой. Возьми. Без всяких денег. Не, не нашел. Спасибо. Нет. Я чистого сердца. Не обижай. Благодарю, Марина. Но я таких подарков не принимаю. Извините. Подожди. Мне сказать тебе надо. Я не знаю, что со мной происходит. У меня такое впервые. По-моему, я… Я в тебя влюбилась. Извините. Марина, но мне нравится другая женщина. Соседка-скрипачка? А вы неплохо осведомлены. Зося доложила. Догадливый. Не понимаю, что ты в ней нашел? Я ей визу ворозок. Тущая латышская селедка. Не тратьте зря силы. До свидания. Да, кстати. Ты знаешь, какая разница между мёртвой француженкой и живой латышкой? Никакой. Никакой. Пусть в городе 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 в городе. Зал у нас хороший. Очень хороший. Вместительный. Акустика на лучшем уровне. Думаю, что Клавдия Ивановна будет довольна. Это кто играет? Наша учитель музыки Рауда. Рауда? Очень талантливая девушка. Знал я от него Рауда. Вот это наш зал. Один из лучших в области. Виола, извини, мы ненадолго. Виола, ты? Боже мой! А я слышу знакомая фамилия. Борис Борисович. Как ты повзрослела, похорошела. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. У тебя есть пару минут поговорить со старым другом? Конечно, есть. Дети, на сегодня занятия не окончены. Бегите. До свидания. Я, пожалуй, вас тоже оставлю. До свидания, отец. Слушай, сколько мы не виделись? Лет восемь? Больше? Больше. Ну, давай, давай, давай. Садись и рассказывай. Рассказывай. Как мне здесь оказалось? Если коротко меня бы слили. А если Глина? Не люблю это вспоминать. Они предлагали мне это речь от отца, но я не согласилась. Ты считаешь, что поступила правильно. Иногда надо идти на компромисс. Тем более, с властью. Мы с тобой винтики. Нас легко можно взять и выбросить. Мы взаимозаменяемы. Что за меня? Ничто не может мне заменить моих родителей. Бедняжка. Ты настрадалась. Как ты настрадалась. Какие нежные руки и пальчики. Я слышал, как ты играла. До сих пор мурашки. Тебе здесь не место. Ты погубишь свой талант. Ой, Борис Валерьевич, что вы делаете? Я помню эти пальчики. Я помню, как ты сидела у меня в руках. Вот такая была. Маленькая. И сейчас. Красивая женщина. Ты замужем? Нет. Надо заняться твоей судьбой. У меня обширные связи в Москве. И не только в Москве. Вот что. Завтра ты будешь играть на концерте у Шуженко. Я поговорю с Владимиром Ивановичем. Вы можете это сделать? Конечно. Конечно. Я даже не знаю, что сказать. Не надо благодарности. Не надо. Доверься мне. Ты только доверься мне. Легалые в край оборзели. А ты не попадайся, Мишень. Легко сказать. Молотка. Отвали, лысый. У меня Москва. Дяденьки, папироску не порадуете? Чухни мелкие. Понял. Понял. В конец оборзили. В банку, Мишень. Хорошая лошадка. Анто, в чистях связай девицы. Документы в порядке. Ну, что? Там он. В карты играет. Сколько их там человек? В комнате, где клоп пятеро. И в общем зале человек пятнадцать примерно. И бабы еще. Моговато будет. Ничего. Справимся. Мне туда ссылаться нельзя. Сам понимаешь. У тебя никто и не просит. А здесь сиди. Как это выглядит? Невысокого роста, коренастый, небритый и бордовая рубашка. Спасибо, Маля, с ним твоя работа закончена. Беги домой. А может и тут, пацан, на всякий случай. На шухере. Иди домой, на шухере. Бегом давай. На шухере он постоит. Баб, пригоди. Они тебя начнут прощупывать, мол, кто такой, откуда. Ты про пояс не рассказывай. Если они узнают, че мы знакомы, сам понимаешь. Что-нибудь придумаем. Все, я пошел. Ну, пока ничего не могу потерять. Карты здесь играют. Если гроши на кармане, то играют. Ну, пойдем. Пойдем. КОНЕЦ КОНЕЦ Миря, ну, если хочешь, пусть проходит. Проходи. Место дядя уступит. КОНЕЦ Что на кон ставить будешь? На фантике надоело. Давай на интерес. Нет, я на интерес не играю. Тебя никто не спрашивает. У нас-то в свои порядки. Или играешь, или делаем дырочку под медаль во лбу. А ты не скмей. Попробуй. Расстой, лысый. Давай банкуй. Ну, ты давай рассказывай. Что тебе рассказать? Ну, кто такой, где сидел? Надо ждать прокурор, чтоб такие вопросы задали. Да. У нас за такие вопросы сразу за еду подрезали. Где это у вас? На Черном Вороне. Под Можайском. Лютое место. Там, что ли, Чалиц? И там, и не только. Ну, что мы, будем катать или разговоры разговаривать? Нет, ну, можно и покатать. Только ты сначала обзовись, если ты такой серьезный. Миня. Северный. Ты ничего не пообудил? Ну, что ты молчал, капитан? Не узнаешь? Игнат его зовут, а не Миня. Я с ним на фронте встречался. Он в разведке служил. Правильный такой был идеалист. Как же ты на кривую дорожку-то занесло, а, капитан? КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Белый, сюда! Давай ближе! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Иди сюда! – Тебе че надо? – Где ты, Негорелова? Я откуда знаю? Не гони пургу в клуб. Ты че, Сыч, заодно с этим? Ты много говоришь. Где ЦАСКИ с поезда? Да я мамой клянусь, я не знаю! Клуб, ты меня знаешь, я шутить не люблю. Повторяю, где ЦАСКИ с поезда? Ты че, Сыч, у меня Горелый вообще на ленту порежет. Фух, я тебе ща на ленту порежу. Где ЦАСКИ с поезда? Говори! На старой барже. Да убери ты руку. Поехали. Давай. Заурыч, сходи сегодня опять к Тельцовым. Поговори с соседями, так чтоб Микола не узнал само собой. А че его спрашивать знаешь? Был ли он дома в ночь убийства Умуля? Точно. Рановато ему все на Сомова повесили. Согласен. То, что Сомов ночевал в отделении, это еще ничего не доказывает. То, что он остался в отделении, косвенно свидетельствует о его невиновности. Он умный мужик. Он бы не стал вот так подставляться. Все стареем, что ли? Раз такое простое соображение даже в голову не пришло. Нашли мы твоего сторожа, Василий Ильич. Ты свободен. Так что… Извини. Обидел ты меня, Федор Пантелеич. Брось, Василий, мы же свои люди. Там-то и дело, что свое. А ты меня проверял. И не только тебя. Я проверю каждого. Но крысу найду. На-на. Тюм. Господи, напугала меня. Чего тут сидишь, как неживая? Случилось что? Мой знакомый предложил мне завтра играть на концертах Шульженко. Ну-ка. Ого. Поздравляю. Белесик, ты достанешь мне? Попробую. Если я хорошо выступлю, то это шанс изменить судьбу и продолжить карьеру в Москве. Это моя мечта. Ну, похоже, он проявляет ко мне мужской интерес. И что? Ну, он не безразличен. Ой, ну не будь дурый. Они все кобели. Из тебя не убудет. Хочешь в Москву цеплять за все, что можно? Я не из таких. Ой, ладно. Мы все тут не из таких. Зря вы так звалися. Нельзя людей по себе судить. Кто идет? Это я, Клоп. Чего купился на ночь глядя? Так это, горелый прислал там. Забрать кое-что надо. Ну, если прислал, не забирай. Ага. Пошли. 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 СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ А где все? Ой ведь Клоп, паскуда, обманул. Туда идти и дорога, падла. Ладно, остынь. Лучше подумай, где они еще могут быть. Где они могут быть? В Феодориде, ювелира. Это его уровень. У него есть магазинчик на Гороховой. А вот где он живет, я не знаю. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Встречаемся завтра в десять около Елирки. Слушай, одолжи мне своего коня. Тебе здесь пять минут, иди, а мне через весь, через весь город. Да? Да бери, чего, не жалко. Спасибо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Продолжение следует... Да, Тимошенко. Федор Пантелеич, это Игнат. Простите, что разбудил. Я нашел Тони Горелого. Но драгоценностей там уже нет. Да какой тут сон, и когда такие новости. Давай рассказывай, где тайник, я высылаю дежурную бригаду и конфискуем все, что есть. Все, понял? Дежурный, давай ко мне. Ровно, триста пятьдесят тысяч. Пересчитай. Я тебе абсолютно верю. Все, сейчас поеду и закончу сделку. Может, я поеду с тобой подстраховать? Нет. В этом нет абсолютно никакой необходимости. Я думаю, что драгоценности едут уже ко мне на дачу. Я их там запру. А утром мы перегрузим с тобой их в кофры. Я, единственное, волнуюсь по поводу твоей охраны. Надежная? Более чем. Мне их дали по рекомендациям. Ну, тогда и спокойно. Ты располагайся пока. Будь как дома. Я вернусь скоро. Послушайте, Виола, я… Я не понимаю, что между нами происходит. Я виноват перед вами, но я уже извинился. Хватит дуться. Я не дуюсь. Дуйтесь. Обиделись из-за ерундой. Это не ерунда. Ерунда. Когда-нибудь вы сами будете над этим смеяться. Ну что, будем считать, что мы помирились? Да. Считайте, что мы помирились. Но, Игнат, завтра я буду играть на концерте Шульченко. Мне надо подготовиться, собраться с мыслями. Извините меня. Ничего себе. Поздравляю. Ладно. Не буду мешать. Я… Просто хотел сказать, что… Вы мне нравитесь. Очень. Я бы не хотел, чтобы мы с вами ссорились. Я тоже не хочу. И вы мне тоже нравитесь, Игнат. Я боюсь у вас разочароваться. Вы просто новое мне не рассказываете. Я чувствую, что у вас есть какая-то тайна. Я вам обещаю. Скоро вы все узнаете. Вы поймите, прежде чем продолжить наши отношения, я должна быть уверена, что вы порядочный и надежный человек. Вы можете мне доверять. Мне нужен мужчина один на всю жизнь. С кем бы могла пойти до конца. Как и моя мать, которая… Которая вслез за отцом. Отправилась в лагерь. Не предай. Понимаете? Я никогда тебя не преду. Ну что, горелый, гуляем? Я до риги наконец рассчитался. Нормально. Я в натуре столько денег никогда не видел. Живем пороже. Ты болела? Простыла немного. Погоди, Оля. Ты не похожа на простыла. Все нормально, не волнуйся. Воды выпила холодной. Все в порядке. Дирелый. Дирелый. Ты чего, Клоп? Там свечара гнида на баршу нагрянул. И легавый с ним под мусоров лег. Теперь мусора всю баржу оцепили. Я только что оттуда. Откуда он про баржу узнал? Не знаю. Выслезли, падлы. Меня просто ранили, а Щербатов и Богомола насмерть положили. Ну, ничего. Я за сычом проследил. Теперь точно знаю, где эта крыса прячется. Не зря красноперый говорил, что у ей главного есть какой-то стукач. Видимо, сычи стучал. Собирайся, братва. Поехали сыча валить. Ну, все сыча продажный. Сама тебе. Поехали. Крепко спишь, Сыч. Совесть не мучает. Да не суетись ты. Ты что, падла, думал, списал меня? Я тебя зубами грызть буду. Понял? Чисто успеешь еще. Горелый, дай шанс. Я все верну. Я просто… Горелый. Горелый. Брошки нет. Горелый. Есть брошка. Есть, есть. Я отдам, я отдам. Я сейчас… Она здесь. Не убивай. Подожди. Вот, смотри. Молела. Она здесь. Не злись на меня, милый. Я уехала. Твоя Василиса. Кинула тебя твоя баба. Это падла. Это она все. Сука. Горелый, дай шанс. Я ее поймаю. Я найду эту суку. Я тебе клянусь. Найду эту суку. Пошли. 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 Не вовремя ты расклеился. Это у меня бывает. Перенервничал. Все ночью в напряжении. Ну, что теперь? Знаешь что, поезжай-ка ты без меня. Ключи от дачи я тебе дам, когда я тебе объясню. Погрузишь все спокойно. Место там тихое. Никто ничего не заметит. Забор высокий. А я тебя здесь подожду. Ладно? Хорошо. Ох, гадость какая. Что делать? Пошли. Сыч открывай. Это Игнар. Сыч. Сыч? Сыч, это я, Игнат. Игнат, 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 не убивайте меня, пожалуйста, Игнат. Я ни в чем не виновата. Да не бойся, это я. Давай руку. Руку давай. А они, они ушли? Кто? Кто был? Я собралась уходить. Смотрю в окно, там долба. И этот с обожженной рукой. А Сыч где? Его убили. Нет его. Пошли. Куда? Пошли. Ты же хотела уехать, вот и поедешь. Да. Пошли, 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 пошли. Не надо тебе туда, не надо. Не надо. Не надо. Тебе на это смотреть. Пошли. Свет. Алексей Максимович, что нибудь еще? Корреспонденция. На подпись. Билет на концерт Клади Ивановны Шулженко. Да. А какое сегодня число? Двенадцатое. Черт. Нам через два дня перья скальпы будешь с головы снимать. Быстро соединяй с Нибошенко. Ну, вот тебе и Шулженко. Удалось опознать труп, который нашел дворник. Это фотограф, фамилия Знаменский. Подавили обыск в его фотоателье и обнаружили вот это. Ты уверен, что это они? Все ценности из нашего списка. Я дважды проверял. Все сходится. Ага. Запахло жареным. Про фотографа что выяснил? Отношения к блатному миру не имел. Я думаю, его заставили сделать фотографию для перекопщика. А потом концы в воду, как свидетель. Все равно нужно будет поспрашивать про него у наших задержанных и поговорить с пюнихером. Да, Тимошенко. Вы что, забыли, что срок, установленный товарищем Берием, подходит к концу? Я требую объяснения, почему до сих пор не найдены украденные ценности, а? Мои люди работают круглые сутки. Сегодня ночью обнаружили один тайник Горелова. Правда, без драгоценностей. Но раз нашли один, значит найдем другой. Ищите! Ищите! Иначе нас с тобой сошлют на колыбу! Понял, майор? Я понимаю, но я ж не могу прыгнуть выше своей головы. А ты пробуй прыгнуть! Попробуй! Если не хочешь ее вообще потерять! Есть. Мы бы хотели допросить задержанных в бараке у Затона. Возможно, один из них знаком с фотографом и знает, где сделаны эти фотографии. Сделаем проще. Сообщите майору Тимошенко, что я сам поговорю с задержанными. А если будет результат, сообщу об этом по телефону. У вас. Возвращайтесь к работе. Ну что, по-моему, неплохое платье получилось. Шикарно. Зоси, ты настоящий талант? Предлагаю обмыть обновку. Та-дам! Тайник! Мы ему не нравятся, когда я выпиваю. Приходится это делать тайком. Иди человеку запрещай, все равно он будет это делать. Это точно. Ну что, за новое платье. Да, давай. Давай. Жаль, что не получилось с костюмом. Ничего. Что-нибудь другое придумаем. Я теперь не отступлюсь. Как только от этой скрипачки избавиться. А мне кажется, я знаю, как их разлучить. Угу. Интересно. Интересно. У Виолы появился покровитель из столицы. Как я понимаю, они знакомы давно. Еще до того, как ее родители арестовали. Дочь врагов народа, значит. Угу. Ну я не об этом. Так вот. Это покровитель. Хочет устроить ее судьбу. Но взамен сама понимаешь на что. Угу. А она? Ну, колеблется ему. Он не из таких и так далее. Он и обещал ей, что сегодня она будет играть на концерте с Шульженко. Угу. Я жду. Да. Я думаю, что нам стоит сообщить Игнату, что у Виолы назревает романчик со столичным ухажером. Ну, Игнатому ничего сообщать не будем. А вот жизнь скрипачке попортим. Не хотела по-хорошему быть по-плохому. Угу. 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 Ты будешь обед, не видишь? Нет себя до Ледина жим. Нет его заболел. Послушай, у меня дело к нему. Прибыльное. Адресовое. Борис, ты? Я, я, успокойся. Ну? И как все прошло? Как по маслу. То есть, слава богу, ничего не забыли, все погрузили, и что, все влезло в кофры? Тютельки в тютельку. Что? А ты от меня ничего не скрываешь. Борис, ты стал очень подозрительным. Это не хорошо. Надо доверять партнерам. Я доверяю. Но я хочу быть уверенным на все сто процентов. Так все идет по плану. Выросла все. Ключи от дачи. А предположим, товар завтра будет в Москве. А когда же я получу свою долю? Ждать осталось недолго. Получу-то свой миллион. Миллион. Миллион – это фантастическая сумма. По-моему, я заслужил безбедную старость. Заслужил. Заслужил. Победил, кинちゃеи ракутерны. Победил, в dialogue ракеты лжи. Все забрал себе Филину. Восконцерт. Восконцерт. Черт возьми. Это был он. Слушай, друг, ты это, мужика здесь не видел такого плотного в шляпе? Только что вышел. А он сел в машину и уехал. Какую машину? Номер. Ну, зачем мне номер? Ну, черная машина, это, газ, блин, на лобовом стекле еще. Ну, табличка, я точно помню, было МОС, МОС. МОС-концерт. Точно, он. Спасибо, друг. А сегодня на концерте Шульженко должна произойти диверсия. А скрипачка Виола Рауде, дочь врага народа, хочет устроить покушение на первого секретаря Гаркома. Ах, ну, я не могу назвать свое имя. Она меня убьет. Поторопитесь, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...